В реку G7 не входят дважды. Статья на RT за 28 июля 2020 года Сергей Аксенов. Не очень-то и хотелось. Такова в целом реакция различных ветвей российской власти на очередное брожение на западе, на этот раз в Германии, по поводу гипотетического возвращения Москвы в Большую Семерку. Берлин возражает, заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в интервью изданию «Минуточку» для наших англоманов в комментариях. Причина ситуации вокруг Крыма и Донбасса. Как свежо. G7 и G20 – это два разумно скоординированных формата. Нам не нужны G11 или G12, пояснил Маас. Вот именно. От этих бесконечных G уже рябит в глазах. Принадлежащие другой, еще до коронавирусной эпохи, блестящей тусовки мировых политиков с их фальшивыми на камеру улыбками, объятиями, реверансами и полной неспособностью решать, актуальные вопросы начинают раздражать. «Профессионалы, конечно, более сдержаны. Президент Путин ни разу не инициировал какое-либо воссоединение в формате G8», сухо отметил Дмитрий Песков. «По его словам, обсуждение глобальных проблем без участия новых центров экономического развития Индии, Китая, Бразилии, Турции и других стран невозможно. Значит, большая двадцатка – наилучшая форма». Примерно о том же напомнил зампредседателя российского совбеза Дмитрий Медведев. «Помню, по своему участию в G8 старались позвать эти страны, понимая, что это нужно и именуя это формат «аутрич». «Иначе обсуждения выглядели бы неполноценно», отметил бывший президент РФ и философски добавил «в одну реку не входят дважды». Кажется, ему все окончательно ясно. А вот в Госдуме во главу угла ставят политику. «В условиях шантажа по крымскому вопросу об участии России в G8 не может быть и речи», – заявил глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий. «Действительно, не для того депутаты вели и ведут кропотливую работу, открывая своим европейским коллегам глаза на реальное положение дел на полуострове, чтобы разменять ее на никчемные посиделки». Впрочем, парламентарий не в обиде на немцев, понимая, что заявление их МИД направлено не столько против Москвы, сколько против Дональда Трампа, готового вновь позвать в G7 Россию. Отношения с США у Германии все хуже и хуже. До переноса саммита с июня на осень, напомнил Слуцкий, Ангела Меркель даже отказывалась под предлогом пандемии принимать в нем участие. Если фрау останется верна заявленной позиции, семерка рискует превратиться не в благозвучную для русского уха шестерку. Так что усилия немецкой оппозиции, а такая есть и в Бундестаге, и в некоторых землях, требующие вернуть в Москву в G7, должны быть направлены скорее на окучивание своих, а не российских политиков. Ведь скоро некуда будет возвращаться. Заявление немецкого МИД интересно своей теневой стороной. После недавней фултонской речи госсекретаря Помпео, по сути объявившего Пекину новую холодную войну, стало очевидно, что Трамп продолжает свои попытки сколотить антикитайскую коалицию. Именно для этого на G7 ему понадобились Россия, а также Индия, Австралия и Южная Корея. Германия же вставляет Вашингтону палки в колеса в отместку за Северный поток-2. Россия и эти игры малоинтересны. Стратегический союз с Китаем, умело выстроенный за последние годы, слишком ценен и перспективен для обеих сторон. Усиливая друг друга в военном, экономическом и дипломатическом отношении, наши страны гарантируют себе безопасность и условия развития в распадающемся западноцентричном мире. Энергичный Трамп со своей американской колокольной делает все правильно, но успеха явно не добьется. Его даже немного жаль. Все идет к тому, что на осенних выборах американцы прокатят своего необычного президента. За 100 дней до голосования социологи фиксируют сильнейшее разочарование курсом рыжего Джокера. Его поддерживает лишь каждый пятый. Коронавирус ли тому виной в США больше всех заболевших и умерших, или БЛМ, или еще что, но соперник Трампа Джо Байден в трех ведущих штатах обыгрывает его. И зачем тогда Москве вестись на приглашение в G7? Незачем. Да и что есть G7 сейчас? Полноценный гегемонт там только США, остальные его сателлиты, включая поверженных во Второй мировой войне Германию и Японию. Экономически не слабый блок стран, да, но в военном отношении, в технологическом это уже не так. А именно военные возможности и передовые технологии важны сейчас, когда мир трясет и вероятность новой большой войны выросла как никогда. Да, у России, у Китая они есть, так что нашим странам пора самим обрастать сателлитами, а не стремиться посидеть на приставном стуле у слабеющего мирового лидера. Сергей Аксенов, в реку G7 не входят дважды. Аксенов, в реку Г7 не входят дважды. Продолжение следует...